Здравствуйте, проводим соцопрос на улицах города Омска. Согласно официальным данным, 80% россиян поддерживают спецоперацию на территории Украины. Как вы считаетесь, данные верны? Ну, я считаю, что да. Я немножко через такие дела прошел, я понимаю. Если сейчас, может быть и раньше даже было начинать, если бы мы сейчас это дело не сделали, то лет через пять, то уже ты, извини, пожалуйста. Кристина меня зовут. Ты бы уже не стояла так, Кристина, и не спрашивала. А типа рабыня Изаурой работала бы. Это очень страшно. Ведь ты пойми, даже не в том, что два народа поругались, а дело в том, что вопрос Запад перед собой поставил так, и это очень давно, уничтожить славянскую нацию, славянскую нацию, а даже не просто русских. Ну, все верно. Мы тоже поддерживаем. А ваше отношение к спецоперации? Наше отношение к спецоперации в том, что давить надо украинцам. А почему? Ну, потому что на Донбассе сколько лет воевали, и так все это тихо умалчивали. Ну, а теперь как мы начали давить, так сразу все это более... Летит. Нет, наоборот, более начали распространять это. А если, например, через год, через два вас призовут? Я согласен. Я пойду. Я с радостью пойду. Вроде не надо отстаивать свое, права на или не права, надо отстаивать. Ну, да, я считаю, это верно. Потому что, во-первых, затрагивается политика России с неблагоприятной стороны. И я считаю, что нужно отстаивать свою гражданскую позицию. А какая ваша гражданская позиция? Я поддерживаю политику России, в принципе. И я считаю, что... Я считаю, что нужно слушать свое государство и политические взгляды государства перенимать на себя. Конечно. Мы за победу над фашизмом. Это значит... У меня два деда воевали, всю войну прошли. Я только за. Победа будет за нами. Да? Да, присоединяюсь в СССР. А какое ваше отношение к спецоперации? Положительно. Только так, иначе быть не может. Я за то, чтобы прекратить этот бардак в Украине. И чтобы были, как и раньше, братские народы. Как бы я плохо вникаю в политику, но то, что сейчас творится, по-моему, бандерист, но и возвращение к фашизму – это неприемлемо. Поддерживают? Да. Ну, если спецоперацию назвать войной, то войну никто не поддерживает. Я думаю, да. Но какие-то действия со стороны правительства, я думаю, что да, поддерживают народу. Не саму спецоперацию, да, в прямом смысле слова, а какие-то действия, не знаю, в защиту нашего государства. Я не знаю, меня этот вопрос не интересует, на самом деле. А вы новости не читаете? Нет. И то, что амичи покупают? Ну, я знаю о положении в стране, но особо не интересуюсь. Больше нейтральное такое, держусь в нейтральной позиции. А новости читаете? Вы как к ним относитесь? То есть, например, про Бучу из недавнего? Из недавнего нет, особо не читала. Мы понятия не имеем. А ваши отношения? Мы стараемся никак к этому не относиться. Нейтральное. Я просто кого не спрошу, у вас нейтралитет. Что это значит? Да, просто мы не знаем, какая информация является вредной, а какая нет. Поэтому мы не стараемся как-то поддерживать Украину или поддерживать русских. Мы стараемся просто мирно жить, существовать, радоваться жизни. И пока у нас нет войны, мы живем как можем. И в принципе... Как говорится? Никак не могу ответить. Я искал. А почему? По официальным данным, 80% россиян поддерживают спецоперацию на территории Украины. Как вы считаете, данные верны? Я ничего не поддерживаю. Я иду домой. Спасибо большое. Как вы считаете, данные верны? Нет, они нельзя из них. Убедите, он ответит. Нет. Да. Ну я, да, я сомневаюсь в данных. А как вы думаете, сколько примерно? Какой процент? Ну я не могу сказать. А вот приблизительно, если на скирку. Ну если исходить из моих знакомых и друзей, большинство не поддерживают. Про остальных, за всех я не могу говорить. Могу говорить за тех, кого я слышу. А ваши отношения к спецоперации? Ну я не могу перед этих рассказывать о своих политических порядках, простите. Ответить можете? Нет. А почему? Потому что я не знаю, кто вы. Я что сказала? Вы, посмотрите мою пресс-карту. Да, ладно, да, посмотрите. Вы меня преследуете? 80% россиян поддерживают спецоперацию на территории Украины. Как вы думаете? Нет, мы против этого. Мы против войны. За мир, за любовь в этом мире. Вы первые два человека, мы уже больше часа ходим, опрашиваем людей. Вы первые два человека, которые сказали другое мнение. Большинство людей говорят, что мы поддерживаем нейтралитет. Как вы думаете, почему в Омске вот столько людей и не говорят свое мнение? Они боятся чего-то? Да, конечно. Такая позиция, которая у него может хотеть вырасти, она считается экстремизмом. То есть, как бы, и свобода слова есть, но она такая со своей цензой. Ну, как ко всякой войне, которую можно назвать спецоперацией, я отношусь отрицательно. Есть такая, да, старая пословица, кто развязал воину войну. Идиот, да, кто поддерживает войну, идиот, да. Полностью поддерживает. Вот это пословица. Спасибо.